МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие зрители! Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите много интересного. Вне очереди губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение программы по переселению. Мой подъезд. О реализации одной из самых успешных губернаторских программ в округе расскажет наш корреспондент. Доброе дело. Очередной гуманитарный груз отправится из муниципалитета в зону СВО. Дети под особым контролем. В окружной администрации провели совещание по вопросам профилактики кори. Шаги здоровья. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели акцию ко Всемирному дню скандинавской ходьбы. 29 мая 1900 года американская компания по производству лифтов зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Постепенно любую такую автоматическую лестницу люди стали называть эскалатором. Уже не как торговую марку, а как название самого изделия. Что еще интересного произошло в этот день в истории, смотрите далее. 120 лет назад, 29 мая 1903 года, открыли Троицкий мост через реку Неву. Его предшественником был Наплавной мост. Эта переправа между Петроградским районом и левым берегом Невы возникла еще в 1803 году. Спустя 94 года состоялась закладка нового постоянного моста. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фор. Руководители обеих стран положили по монете в основание конструкции. Сегодня Троицкий мост в Санкт-Петербурге – один из самых красивых и больших мостов через Неву. Он соединяет Суворовскую площадь перед Марсовым полем и Троицкую площадь. Столица Византийской империи Константинополь пала под ударами турков 29 мая 1453 года. Константинополь в то время был красивее Рима, и им мечтали овладеть многие короли Востока и правители Запада. Но удалось это турецкому султану Мухмеду II по прозвищу Фатих, что означало «завоеватель». После трехдневного штурма его войско захватило город, положив конец тысячестолетней истории христианской Византийской империи. Константинополь стал столицей атаманской порты, резиденцией турецких султанов и получил новое имя – Стамбул. В настоящее время, 29 мая, в стране отмечается праздник – День взятия Стамбула. 29 мая – День ветеранов таможенной службы. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию инфраструктуры современной таможенной службы. Также сегодня отмечают День военного автомобилиста Вооруженных сил России и Всемирный день здорового пищеварения. 29 мая 1909 года родилась советская актриса Янина Жеймо. Ее родители были цирковыми артистами, и с трехлетнего возраста девочка выступала в цирке – наездницей, гимнасткой, балериной. Широкую известность актрисе принесла главная роль в фильме-сказке «Золушка» в 1947 году. Жеймо тогда было 37 лет. Также в этот день родились народные артисты России Александр Абдулов и Игорь Дмитриев. Уже в этом году завершают программу губернатора Московской области Андрея Воробьева по расселению из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока. Теперь можно будет перейти к новому этапу программы – расселить тех, кто ожидает следующей очереди. Подробности в нашем следующем сюжете. Программа расселения из аварийного жилья в Подмосковье завершится досрочно в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Такое решение даст возможность перейти к новому этапу реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Вы знаете, что программа делится на до 2017 года, то жилье, которое признано аварийным до 2017 года. Эту программу мы завершаем в этом году. Всего 814 домов мы должны построить или выдать сертификат. Мы приступаем к следующей программе расселения аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2022 года. Вопрос для нас крайне серьезный. Важно, чтобы все обязательства перед людьми исполнялись и исполнялись вовремя. В Подмосковье идут проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы, связанные с домами для переселенцев. Часть жильцов аварийного жилья уже в ближайшее время получит квартиры в строящихся и готовых новых домах. В рамках государственной программы в 2023 году осуществляется переселение 61 семьи из аварийного дома, номер 5 по улице Института. Это рабочий поселок Большие Веземы. Расселяемая площадь у нас 2779 квадратных метров. 21 семья дома номер 5 по улице Институт уже получила новые квартиры. Расселение оставшихся 40 запланировано до конца текущего года. Одной из счастливых обладательниц заветных квадратных метров стала Людмила. Пока она только готовится к переезду, делает ремонт в своем жилище. У жителей данного дома была возможность расселения как по выкупной стоимости, это статья 32, по переселению, а также получить жилье в новых квадратных метрах, которые рассматриваются на переселении в высокие жаворонки. Там квадратура больше, лес рядом, чистота, красота. Поэтому этого переселения люди очень долго ждали. Кстати, жильцы соседних домов по улице Институт тоже мечтают о переселении. В марте 2023 года аварийным и подлежащим сносу также признаны многоквартирные дома, пятиэтажные, это дома номер 1, 2, 3, 6, улица Институт, Большие Веземы, серии К7. В домах проживают 244 семьи, 570 человек. Расселяемая площадь у нас 11 тысяч квадратных метров. При расселении учитывается стоимость одного квадратного метра жилья в Одинцовском округе. До конца года предусмотрено также завершение отселения жителей аварийных домов в Звенигороде, поселке Усово-Тупик и пристанции Усово, деревнях Солослово и Подлипке. А помимо губернаторской программы, в муниципалитете действует программа «Жилище». По ней квартиры предоставляются из муниципального жилого фонда. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Губернаторская программа «Мой подъезд», созданная по инициативе Андрея Воробьева, стала одной из самых успешных в Подмосковье. Благодаря ее реализации до конца года будет отремонтировано более 6 тысяч подъездов. Полина Бахова узнала, как реализуется эта программа в нашем округе. Говорят, лицом многоквартирного жилого дома являются его подъезды. Поэтому каждый из них должен быть красивым, удобным и комфортным для жителей. С этой целью в Подмосковье проходит реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Ее главной особенностью является непосредственное участие жителей в проведении ремонта. Приемка каждого подъезда идет только с подписью управдома жителей. Очень важен диалог с жителями. Мы должны обязательно прислушиваться к их мнению. Жители сами предлагают дизайн и оформление своего подъезда. Указывают на недочеты, контролируют ход реализации работ. Так, ремонт в двух подъездах многоквартирного дома 21 по улице Дружба в поселке Внеисок почти завершился. Разница ощутима и не может не радовать, говорят жильцы. Стены обшарпаны были, потом ящики такие, ну старенькие, знаете, вот как будто в девятиэтажках. А сейчас, в принципе, нормально все. Свежевыкрашенные стены на всех этажах, включая балконы. Освещение заменено, провода спрятаны. Обновлена сколотая плитка, заменены все двери, включая входные. Двери новые, все заклеили, чтобы не испачкать краской, установили, все хорошо закрывается. Домофон тоже установили на них. Двери металлические, да? Металлические, да, запирающее устройство на место поставили. Будет доводчик, он сейчас отключен, пока работы идут. Ремонт в первом подъезде еще продолжается. Во втором устраняют мелкие недочеты. Был представитель ГБУ, УТНКР, контроль за выполнением работ. Сделали некоторые замечания, все сейчас устранили, ждем повторного выхода для приема данного подъезда. В среднем на ремонт одного такого подъезда уходит месяц. На объекте работает бригада из восьми человек. Объем как сделанных, так и предстоящих работ по обустройству подъездов в нашем округе немаленький, говорят специалисты. Всего у нас по программе 229 подъездов в Одинцовской теплосети. В работе у нас порядка 80 штук сейчас уже. На выходе, ну, к сдаче готовых порядка 60 штук. И когда сдаем, заходим дальше на следующие подъезды. Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала в 2017 году. Благодаря ей преобразились уже более 6 тысяч подъездов Подмосковья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В Подмосковье ведут работы по противопожарному обустройству лесов. Уже установили новые шлагбаумы на въездах и отремонтировали действующие. Дополнительно установили более 350 табличек, которые информируют о необходимости бережного обращения с огнем. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. С начала года специалистами Россети Московский регион в ходе рейдов и плановых проверок выявлено и пресечено 134 случая незаконного потребления электроэнергии объемом более 19 миллионов киловатт в час. Данного объема достаточно для зарядки более 240 тысяч электромобилей. В результате работы поступила оплата по 64 актам о бездоговорном потреблении электроэнергии на сумму свыше 56,5 миллионов рублей. В Минэнергетике области отметили, что самовольное подключение к электрическим сетям карается штрафом для физических лиц от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 200 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения штраф увеличится. Кроме того, такое самовольное подключение опасно для жизни. В Подмосковье проводится большая работа по раннему выявлению злокачественных новообразований, в том числе рака молочных желез. В лечении заболевания первостепенное значение имеет доступная и качественная диагностика. Это и профилактические осмотры, и диспансеризация, и самозапись на маммографию. Последней воспользовались почти 10 тысяч женщин старше 40 лет. Все эти меры в совокупности позволяют выявлять более 70% случаев рака молочной железы на ранней стадии. Записаться на маммографию можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг. Подмосковным инвалидам, у которых в индивидуальных программах реабилитации прописаны технические средства, не входящие в федеральный перечень, больше не нужно обращаться с заявлением на предоставление выплаты. Теперь инвалиду в личный кабинет на региональном портале Госуслуг направляется уже предзаполненное заявление на выплату, где просто нужно проверить свои данные, после чего деньги поступят на счет. Важно, чтобы в заключении выданном Бюро медико-социальной экспертизы были рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области. Сумма выплаты варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей, но это зависит от стоимости изделия, которая необходима конкретному человеку. Добрые дела в рамках одноименной акции продолжают свое шествие по Одинцовскому округу. Более 12 тонн необходимых вещей и продуктов погрузили в фуру, чтобы отправить очередную партию гуманитарной помощи жителям присоединенных территорий и военнослужащим, участвующим в спецоперации. Мы отправляем нашим военным, груз пойдет в ЛНР, ДНР, плюс мирным жителям. И также сейчас мы взяли под опеку еще семьи с детьми-инвалидами, которые находятся на прифронтовых территориях. Буквально через сутки более 12 тонн гуманитарного груза получат мирные жители новых территорий и военнослужащие в зоне СВО. Питьевая вода, продукты питания, медикаменты, строительные материалы стали стандартным набором помощи, который только в течение последнего месяца отправляется уже в третий раз. Едем также в Мариуполь. Есть соццентр, там кормят людей, которые остались без крова, без денег, которые, грубо говоря, живут на улице. Есть там замечательные девочки, которые готовят прямо на улице. Люди приходят и могут получить пищу, либо какие-то необходимые вещи. Сарафанное радио – великое дело. Молва о добрых поступках разлетается со скоростью света. Благодаря своему неравнодушию Екатерина Скорикова с командой единомышленников теперь является покровителем семей с детьми-инвалидами, которым, как известно, нужно особое внимание. Вышла на меня инициативная группа мамочек, у которых также дети-инвалиды. И я приехала с ними, познакомилась, соответственно, выяснила их потребности. Мы собрали то, что необходимо, и то, что у нас было на тот момент в наличии. И, соответственно, мы сюда приезжаем и начинаем уже собирать, что им необходимо в первую очередь. Желание помогать заложено у нас на генетическом уровне. Я считаю, что это важное и нужное дело. И раз так случилось, что в стране у нас ситуация не совсем спокойная, мы должны помогать и своим соотечественникам, и тех, кто стали нашими соотечественниками. Это наша черта национальная – помощь ближнему. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». К новостям столицы. Проезд на московской канатной дороге 1 июня будет бесплатным для детей в возрасте до 14 лет. Также в честь Дня защиты детей на площадках перед станциями воздушной трассы пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы. В течение дня там можно будет поучаствовать в мастер-классах, покататься на роликах и скейтборде, попробовать выполнить нормы ГТО и получить призы. Что еще интересного происходит в столице, узнаем прямо сейчас. Станцию метро «Университет дружбы народов» построят в 2024 году. Новая Троицкая линия пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. Одновременно запустят 11 станций. Это станет одним из самых крупных пусков за всю историю метро. Протяженность участка составит 25 километров. Эта линия станет дополнительной для районов, расположенных рядом с Ленинским проспектом, и обеспечит скоростным транспортом жителей новых территорий Москвы. Проект Мосгортранса «Московский электробус» занял первое место на международном конкурсе «Зеленая Евразия» в номинации «Низкоуглеродный транспорт». Всего на соревнования подали около 300 заявок. Участниками стали госучреждения, коммерческие организации, общественные и деловые объединения. Новая партия электробусов выйдет на городские маршруты уже в этом году. Редкие орхидеи расцвели в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Кураторы ездили за этими редчайшими растениями в опасные и увлекательные экспедиции по средней полосе нашей страны. Увидеть растения можно на территории экспозиции растения средней полосы Европейской части России и в садике орхидей ежедневно с 10 до 21.00. Далее в программе. Дети под особым контролем. В окружной администрации провели совещание по вопросам профилактики кори. Шаги здоровья. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели акцию ко Всемирному дню скандинавской ходьбы. Новости онлайн. Какие новости обсуждают в соцсетях округа, узнаем в нашей рубрике. В администрации муниципалитета прошло совещание представителей администрации, Роспотребнадзора и Одинцовских медиков. Ключевыми вопросами встречи стали мероприятия по профилактике кори на территории округа, в том числе массовая вакцинация. Материал Екатерины Крамер. В этом году медики зафиксировали увеличение случаев заболеваемости корью. Пик выпал на апрель. Одной из главных причин распространения стало пренебрежение жителей вакцинацией. Также на росте заболеваемости сказывается массовое прибытие непривитых граждан из стран ближнего зарубежья. В окружной администрации рассказали о профилактике кори на территории муниципалитета. Основная цель нашего заседания – это рассмотреть вопросы готовности, в первую очередь, к проведению профилактических мероприятий вышеуказанных инфекционных заболеваний на территории нашего округа. Ну и, соответственно, все эти мероприятия профилактические согласовать с Роспотребнадзором и с Межрестной комиссией. В округе с начала года зарегистрировали 62 случая кори. Всего составило 56 учебов. Из 62 случаев 35 пришлось на детское население и 27 случаев среди взрослого населения. Из которых было варварно подождено 9 случаев, двое среди взрослых и семеро среди детского населения. Кроме того, дети под особым контролем. Среди них необходимо увеличить мероприятия по вакцинации. В Лесногородской школе, где в марте этого года зафиксировали 10 случаев заболевания корью, уже сделали необходимые прививки. В округе проводится обширная работа по информированию. Вакцинация населения по-прежнему остается в числе необходимых профилактических мероприятий. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова». Ко всемирному дню скандинавской ходьбы «Единая Россия» запустила акцию «Шаги здоровья». Провели ее в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. На дистанцию в 2,5 километра вышли 315 участников клуба «Активное долголетие». В числе зрителей была и Полина Толмачева. Более 300 активных долголетов приняли участие во всероссийском спортивном марафоне «Шаги здоровья», приуроченном ко всемирному дню «Северной ходьбы». Главная задача акции – пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха на свежем воздухе. Пожелать удачи и поздравить с праздником участников приехали окружные депутаты партии «Единая Россия», общественники и представители администрации муниципалитета. Я с удовольствием и радостью приветствую вас на Одинцовской земле. Такого рода события, такого рода фестивали показывают, что здоровый образ жизни, занятие спортом на свежем воздухе – это то, что позволяет нам с вами быть здоровыми, активными, жизнерадостными. Перед стартом – веселая музыкальная разминка на центральной поляне Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Под зажигательные ритмы танцевали все. Еще раз уйти, чтобы вернуться, еще раз закончить, чтобы начать. Участники, преимущественно люди старшего возраста, приехали из девяти округов Подмосковья. От Одинцовского выступили 90 активных долголетов. Организаторы подобрали дистанцию, посильную для каждого – два с половиной километра. Сегодня у нас ни на скорость, ни на время. Наш марафон – просто дружеская, оздоровительная прогулка, я бы так ее назвала. Ну и, собственно, это праздник, потому что это открытие сезона. Я думаю, что сейчас будет много марафонов и различных фестивалей под открытым небом, в том числе вот здесь у нас в парке. Скандинавская ходьба для Одинцовских долголетов – дисциплина привычная. Многие из них постоянно занимаются ею здесь же, на Лазутинке. С 17-го года я здесь, в Одинцово, создал клуб скандинавской ходьбы «Шаги здоровья» называются. Сегодня у нас тоже мероприятие «Шаги здоровья», вот этот проект. У меня сейчас те, которые пришли ко мне и написали заявление, 149 человек. Самой старшей участнице секции скандинавской ходьбы Валентине Басовой уже 86 лет. Но благодаря активностям женщина свой возраст не ощущает. Мне нравится ходить. Если я не приду, я плохо себя чувствую. Я все время хожу. И чем больше пройдет, тем лучше. А перед днем рождения я хожу вообще 6 километров. После активной прогулки все вместе подкрепились ароматной кашей на полевой кухне. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». А теперь о новостях России. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии всех ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики. О других событиях в России смотрим прямо сейчас. Икону Андрея Рублева «Святая Троица» Реставрацию и Консервацию. Мошенники теперь обзванивают семьи в России. Как и раньше, под разными предлогами они уговаривают жертв перевести свои средства на счет злоумышленников, представляясь сотрудникам банка или правоохранительных органов. Только теперь в случае отказа они переходят на более агрессивную манеру общения и угрожают позвонить родственникам собеседника, чтобы через них донести важность своих слов. При этом действительно связываются по телефону с ближайшим кругом жертвы. И уже их стремятся убедить в реальности угрозы и просят повлиять на своего родственника. Пассажиры оставили кошку-сфинкса в аэропорту Кольцово, а сами улетели в Москву. Причиной стал отказ представителей авиакомпании в перевозке домашнего животного без специальной переноски. Хозяева кошки решили продолжить путешествие, а питомца оставили в рюкзаке в здании аэропорта. Сфинкса приютила одна из сотрудниц Кольцово. А в жилом комплексе Одинцово-1 построят современную поликлинику на 390 посещений в смену. В детское и взрослое отделения запланированы отдельные входные группы с просторными гардеробными. Медицинское учреждение возведет застройщик за счет внебюджетных средств. Об этом сообщает Одинцова оперативно. А что еще обсуждают в соцсетях округа, узнаем в нашей рубрике. Одинцовская бригада скорой помощи спасла 66-летнего мужчину, который пережил клиническую смерть. Пациент позвонил медикам и пожаловался на острые боли в области сердца. При осмотре ему поставили диагноз инфаркт миокарда. Тем не менее, его состояние резко ухудшилось и наступила клиническая смерть. Специалисты на месте провели реанимационные действия и тромболитическую терапию, а затем доставили пациента в региональный сосудистый центр Одинцовской больницы. Там ему оказали помощь и спасли мужчине жизнь. Об этом пишет телеграм-канал «Про округ». Музей Ложки в Звенигороде собрал более 2000 экспонатов. Экспозиция пользуется популярностью не только у туристов, но и у местных жителей. В музей собрали около 80 разновидностей ложек. Это оригинальные экземпляры столовых наборов, поварешек, соусных и медицинских ложек, а также приборов для приготовления фрикаделек, заваривания чая и многие другие экспонаты. Об этом пишет Одинцова оперативно. Одинцовские жители с помощью голосования могут выбрать, какие дороги необходимо отремонтировать. Их включат в план ремонта уже на этот год. Всего в округе представили 81 объект, и это второй этап голосования. К списку также добавили участки, предложенные на первом этапе и отработанные соответствующими ведомствами Московской области. Голосование пройдет с 1 июля по 31 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Про округ». И о новостях мира. В частном доме в Лондоне взорвался новый электросамокат. Он стал огненной ловушкой для 37-летнего Дэла Уильямса. Ночью, когда все спали, устройство стояло на зарядке и взорвалось. Хозяин и его питомец чудом спаслись от пламени. После длительных усилий пожарных Уильямса доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Он отравился угарным газом, но счастлив, что и он, и его верный четвероногий друг остались живыми. О других новостях мира смотрите в нашей следующей рубрике. Мэрия Венесуэльской Валенсии, города-побратима Волгограда, открыла неделю русской культуры. В городе организовали вернисаж картин советского и российского художника Геннадия Доброва. Выставка будет проходить до 9 июня в доме музея Хосе Пакатерры, первого посла Венесуэлы в СССР. Японский писатель Харуки Мураками получил международную премию принцессы Астурийской в области литературы за этот год. Это одна из самых престижных наград в Испании. По мнению жюри, у автора уникальный литературный стиль, который способен примирить японские традиции и наследие западной культуры. Харуки Мураками – один из самых популярных современных японских писателей. Его работы переведены более чем на 40 языков мира. Романы Мураками легли в основу таких картин, как «Норвежский лес», «Все дети бога могут танцевать» и других. В прошлом году одноименная экранизация рассказа «Сядь за руль моей машины» получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. В Британии на берег выбросились десятки акул. Хищных рыб обнаружил местный житель, когда гулял со своей собакой по пляжу. На небольшом участке он насчитал порядка 25 обыкновенных куньих акул. Некоторые очевидцы утверждают, что особей на пляже было более 100. Это могло случиться из-за того, что рыбаки ловят в сеть добычу, а те рыбы, которые им не подходят, выбрасывают. Стоит отметить, что использование рыболовной сети не запрещено на территории Мерсии. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем – 18-20 градусов тепла, ночью – около плюс 11. Ветер переменных направлений – 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление слегка повышенное – 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 47%, а геомагнитное поле – спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в нашем информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале «Про округ». Ну а с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если вы все-таки стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого доброго, удачного рабочего дня и удачной рабочей недели. Берегите друг друга. Удачи, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин